Правительство внесло проект бюджета на 2017-2019 годы. Условия, в которых готовился бюджет, непростые. Уровень доходов бюджета в следующем году составляет уровень доходов, которые мы имели в 2013 году. В то время как уровень расходов и расходных обязательств существенно возрос по сравнению с этим периодом. За последние 4 года мы нарастили расходы на более чем 3 триллиона рублей. Поэтому в этом году, в прошлом году мы имели значительные дефициты бюджета, которые финансировались за счет тех резервов, которые были созданы в годы с высокой внешнеэкономической конъюнктурой. Хочу сказать, что только за последние 2 года мы для финансирования возросшего дефицита бюджета использовали 4,7 триллиона рублей резервного фонда. И на конец текущего года этот источник, остаток этого источника составит 1,1 триллиона рублей, который будет использован в следующем году для финансирования дефицита бюджета. Какой вывод? Мы не можем иметь в такой ситуации несбалансированный бюджет в размере более чем 3% ВВП и более, поскольку здесь речь идет не только об источниках финансирования бюджета, но и большой дефицит бюджета влияет на инфляцию, влияет на высокие процентные ставки, влияет на непрогнозируемость курса национальной валюты и со всеми вытекающими экономическими последствиями. Поэтому правительство Российской Федерации при подготовке бюджета на следующую трехлетку предложило снижение разбалансировки бюджета, дефицита бюджета ежегодно на 1% ВВП с тем, чтобы в 2019 году иметь дефицит бюджета около 1%. Это, еще раз повторюсь, не самоцель, это условия обеспечения устойчивой экономической политики, это условия обеспечения макроэкономической прогнозируемости и основы для экономического роста. Какие задачи бюджета мы ставим на трехлетку? Первое – это прогнозируемость. Бюджет вносится в трехлетнем формате. Это дает возможность понять, как будут развиваться ситуации с налогами, как будет развиваться ситуация на финансовом рынке при финансировании дефицита бюджета, какие приоритеты будут определены на ближайшую трехлетку и какие отрасли будут поддержаны в каких объемах. Это принципиально важно как для граждан, так и для бюджетополучателей, так и для инвестиционного климата России. Вторая задача – это надежность. В бюджете, несмотря на все ограничения, в полном объеме предусмотрено выполнение социальных обязательств, предусмотрена индексация пенсий, пособий в соответствии с действующим законодательством, учитывая необходимые расходы на повышение заработных плат. Надежность заключается в том, что независимо от внешнеэкономических изменений мы профинансируем в полном объеме все первоочередные обязательства государства. При определении параметров бюджета мы прогнозируем доходы из прогноза цены на нефть 40 долларов за баррель, считаем, что это умеренно консервативный подход. При любых изменениях внешнеэкономической конъюнктуры все первоочередные социально значимые расходы будут исполнены на протяжении прогнозируемой трехлетки. Следующая задача – содействие росту. Бюджет – это инструмент обеспечения макроэкономической стабильности, предсказуемости. Мы не повышаем налоги, мы прогнозируем снижение инфляции, мы в рамках тех бюджетных параметров делаем доступнее кредит. Это как раз основа для возобновления роста экономики, который предусмотрен в прогнозе на ближайшую трехлетку. Мы сокращаем дефицит бюджета, в том числе из-за того, что любой дисбаланс бюджета – тот же самый налог, поскольку мы изымаем эти ресурсы из экономики, изымаем для перераспределения через бюджетную систему. Напомню, что мы имели достаточно высокие темпы роста – более 5% в те годы, когда у нас объем перераспределения через бюджет составлял всего 29% ВВП. Сейчас мы имеем перераспределение через бюджетную систему 37% ВВП и имеем отрицательные темпы роста. Поэтому здесь важен не объем расходов бюджета, важно качество расходов, важна структура расходов и важны те расходы, которые влияют на рост. И правительство Российской Федерации предлагает внести изменения в структуру расходов, направив расходы, в первую очередь, на те направления, которые обеспечивают экономический рост. Доходы. При определении доходов мы руководствовались прогнозом социально-экономического развития. Доходы у нас практически не прирастают по сравнению с уровнем 2016 года чуть больше, чем на 100 миллиардов рублей, поскольку в текущем году мы имели достаточно большой объем разовых поступлений. Какие задачи ставит правительство в бюджете на предстоящую трехлетку в области доходов? В первую очередь, конечно, это без увеличения налоговой нагрузки улучшение администрирования доходных источников. Это, с одной стороны, и о сокращении теневого сектора экономики, а с другой стороны, улучшение конкурентоспособности, потому что те предприятия, которые сегодня платят налоги, находятся в неконкурентном поле по сравнению с теми, кто не платит эти налоги. Поэтому вопрос администрирования, вопрос контроля за налогопотечниками – это задача Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и вопрос интеграции их информационных баз, взаимодействия, над которыми мы сейчас очень предметно работаем, позволит нам в следующие годы привлечь от 150 до 200 миллиардов рублей ежегодно доходов от улучшения администрирования налогов. К этому добавляется и улучшение администрирования на алкогольном рынке. Мы видим уже сейчас первые шаги от тех действий, которые были приняты существенно. В отличие от предыдущих лет выросли акцизы, которые получаемы от продажи алкогольной продукции. В следующем году страховые взносы будет администрировать налоговая служба, и я уверен, что сократится и недоимка по страховым взносам, и улучшится администрирование. Это будет администрирование в государственные внебюджетные фонды поступления этих доходов. Следующая мера, которая в области доходов содержится в бюджете, это повышение доходов от тех активов государства, в которых государство участвует. Это, в первую очередь, доля в капиталах предприятий. В следующем году, независимо от категории участия предприятий, мы предусмотрели привлечение в бюджет 50% дивидендов от прибыли. В этом году тоже было принято такое решение, но были определенные изъятия в этих решениях, которые не позволили нам в полном объеме сконцентрировать ресурсы от дивидендов предприятий с госучастием в бюджете. В следующем году никаких изъятий не предусматривается. Третья позиция – это модификация налогообложения в нефтяной и газовой отрасли. Мы в реальном выражении не увеличиваем нагрузку на нефтянку и газовую отрасль, в то же время в номинальном выражении через НПИ мы увеличиваем доходы, привлекаемые от этих секторов экономики. Меняется несколько структур привлечения этих средств, в большей части мы получаем ресурсы от НДПИ, в меньшей степени от экспортных пошлин. И часть доходов мы привлекаем за счет увеличения акцизов на нефтепродукты, на 2 рубля предусматривается увеличение акцизов на нефтепродукты, что не должно повлиять в то же время на увеличение цен на эти виды товаров. И, конечно, стимулирующая роль налогов. В условиях, когда необходимо поддержать экономический рост, безусловно, налоговая система является одним из таких инструментов. В следующем году предусмотрено целый ряд решений. Это и поддержка малого бизнеса, целый ряд налоговых новаций были приняты Государственной Думой при рассмотрении налоговых вопросов. Это увеличение категории малого бизнеса, которые подпадают под льготный режим налогообложения со 120 до 150 миллионов рублей выручки. Это и внедрение новых таких форм, так называемых гринфилдов. Это когда предприятие, вкладывая свои капитальные вложения, потом может вычитать их из налогооблагаемой базы для того, чтобы сократить уровень налоговой нагрузки. Это и специнвестконтракты, когда предусматриваются частные инвестиции, совместно с государственным проектом объединяются и устанавливаются льготные режимы налогообложения. И сохраняются те налоговые условия, которые были определены в момент заключения этого контракта, независимо от того, как будет дальше развиваться налоговая система. Целый ряд мер в области налогового стимулирования предусмотрен в следующем году. Это тоже является одним из источников содействия экономическому росту. Расходы. Да, действительно, в следующей трехлетке мы предусматриваем заморозку расходов на предстоящие три года. В таких случаях в некоторых бюджетах, в некоторых странах шли на сокращение расходов. Мы не идем на сокращение расходов. Мы говорим о том, что все те обязательства, тот уровень расходов, который сложился в текущем году, в последние годы, будет выполняться, будет меняться лишь структура этих расходов. Все социальные обязательства, как я уже докладывал, будут выполнены. Мы предусмотрели в полном объеме индексацию не только зарплаты пенсии, но и повышение зарплат работников бюджетной сферы, которые подпадают под действие указов от мая 2012 года. На эти цели предусмотрено ежегодно более 100 миллиардов рублей. Одним из приоритетов также будут являться и расходы на силовой блок, на оборонную, поскольку объем закупок вооружений и военной техники не снижается, несмотря на все сложности, в предстоящие годы по сравнению с достаточно высоким уровнем текущего года. Это позволит обеспечить нам модернизацию наших вооруженных сил, что является важной задачей сегодняшнего момента. Правительство в проекте бюджета предлагает определить приоритетные проекты. Это новая форма приоритизации расходов. Определено 11 приоритетных проектов, по которым предусмотрены соответствующие бюджетные ассигнования. Приоритетные проекты определены по самым ключевым направлениям, такие как малый бизнес, где предусматривается создание новых предприятий, новых рабочих мест, прирост закупок от малого бизнеса. Это все те ключевые показатели, которые содержатся в этом приоритетном проекте и которые можно будет уже отследить и спросить соответствующего ведомства за реализацию этого проекта уже в ближайшие год-два, поскольку проект имеет четкие стадии реализации и, соответственно, четкие показатели реализации. Это помимо малого бизнеса поддержка экспорта, будет расти число экспортеров и объем несырьевого экспорта. Именно такую задачу мы ставим в условиях сокращения внутреннего спроса. Моногорода, количество созданных рабочих мест в моногородах должно возрасти. Дороги, больше дорог будет приведено в драмативное состояние, улучшится ситуация с безопасностью дорожного движения. Образование здравоохранения и целый ряд других проектов нашли отражение в проекте бюджета следующего и последующих годов. И конкретные показатели, еще раз повторюсь, позволят мониторить нам эффективность использования бюджетных средств на эти проекты. Мы перед собой ставим задачу улучшения структуры расходов в 2017-2019 году через принятие новых реформ, через принятие новых решений, которые бы позволили улучшить структурный бюджет с тем, чтобы, еще раз повторюсь, вложение в человеческий капитал, вложение в инфраструктуру давали бы отдачу в виде увеличения темпов экономического роста. Источники финансирования дефицита бюджета. В следующем году дефицит бюджета планируется в размере 2,8 трлн рублей, из которых источник 1,8 трлн рублей. В качестве источников предусмотрено использование резервного фонда в сумме 1,1 трлн рублей. И мы уже начинаем задействовать средства Фонда национального благосостояния. Эти средства Фонда национального благосостояния у нас складываются как инфраструктурные проекты, так он является таким же источником для финансирования расходов бюджета, который идет на, в первую очередь, финансирование дисбаланса пенсионного фонда. Поэтому в следующем году мы начинаем задействовать этот источник. Кроме того, мы предусматриваем значительное увеличение займов на внутреннем рынке. Более трлн рублей чистых объемов заимствования в следующем году мы планируем осуществить на финансовом рынке. Некоторые нам говорят, давайте больше занимать, но, уважаемые депутаты, серьезное увеличение заимствования на внутреннем финансовом рынке может негативно сказаться на процентных ставках, которые могут возрасти в результате больших объемов изъятия средств в бюджетную систему. Этого мы не можем допустить. Поэтому и вопрос сокращения дисбаланса бюджета, сокращения дефицита бюджета, он связан, как, еще раз повторюсь, с макроэкономическими задачами, так и просто с источниками финансирования дефицита бюджета, которые влияют на ситуацию на финансовом рынке. Регионы. Мы провели инвентаризацию расходов субъектов Российской Федерации. В этом году выяснилось, что целый ряд субъектов имеют дисбаланс в выполнении своих полномочий. И этим регионам нужно помогать. Для этого мы предусматриваем в следующем году централизацию части налога на прибыль. 1% налога на прибыль предлагаем централизовать в федеральном бюджете для оказания поддержки субъектам Российской Федерации. 1% – это 121 миллиард рублей, из которых 100 миллиардов рублей планируется передать в фонд финансовой поддержки регионов как раз на выравнивание бюджетной обеспеченности. Эти деньги пойдут тем регионам, которые в большей степени нуждаются для выполнения своих полномочий. А 20 миллиардов рублей предусматривается для поощрения регионов, которые обеспечивают высокий уровень роста своих собственных доходов, высокий уровень роста валу регионального продукта. Эти регионы не получают, как правило, финансовую поддержку из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности, будут получать поощрительные гранты за достигнутые показатели. На наш взгляд, это правильное решение. В следующем году мы предусматриваем наряду с увеличением финансовой поддержки и больше требования со стороны субъектов Российской Федерации. Получая дополнительные финансовые ресурсы, субъекты будут заключать соглашение с Министерством финансов, где будут взяты обязательства по созданию новых рабочих мест, по привлечению инвестиций, по увеличению темпов роста валу регионального продукта. С тем, чтобы такое иждивенческое настроение перевернуть с точки зрения мотивации субъектов к стимулированию создания собственной доходной базы. Именно на это будут направлены те заключаемые соглашения с субъектами, которые мы будем реализовать в следующем году. Предусматривается сокращение количества субсидий. Мы все предыдущие годы об этом говорили, и бюджет 2017-2019 годов как раз отвечает этой задаче. Только по сельскому хозяйству количество субсидий будет сокращено с 45 до 7. Это позволит нам и жестче контролировать целевой характер этих субсидий, и упростить администрирование для субъектов Российской Федерации. Считаем, что это решение правильное. Будет создан единый порядок определения софинансирования расходов, субсидируемых с федерального бюджета. Определены предельные размеры такого софинансирования, исходя из бюджетной обеспеченности, исходя из итогов инвентаризации расходов, которые проведены правительством Российской Федерации. Бюджетные кредиты. Мы в следующие годы планируем все-таки сокращать кредитную поддержку, имея в виду, что процентные ставки на рынке снижаются, и для субъектов Российской Федерации это будут более дешевые кредиты рыночные займы. Тем не менее, 100 миллиардов рублей у нас предусмотрено в виде бюджетных кредитов. Мы обсуждали в бюджетном комитете вопрос об увеличении этой суммы. Я думаю, что во втором чтении мы вместе с вами определимся по нашим возможностям и возможностям поддержки регионов в области кредитования. В следующем году также будут предусмотрены меры по содействию развития налоговой базы субъектов Российской Федерации. Это те решения, которые вы приняли, и мы благодарим вас за то, что поддержали субъекты Российской Федерации. В том числе мы определились по так называемым двум ключам при предоставлении льгот и преференции по налогам, которые зачисляются в бюджете регионов. Это абсолютно правильная мера. Уважаемые депутаты, бюджет действительно жесткий. Бюджет отвечает за задачи адаптации финансов государства к новой экономической реалии. И бюджет отвечает тем задачам макроэкономической устойчивости, без которых задача достижения экономического роста на ближайшие годы будет невозможной. Спасибо.